В Уфе четвертые сутки продолжаются поиски двух подростков, пропавших еще 30 марта. В ходе масштабной операции, участия в которой принимают полицейские, сотрудники МЧС и волонтеры поисковых отрядов, используются современные сканеры и дроны. Поиски ведутся днем и ночью. К сегодняшнему дню удалось обнаружить только рюкзаки пропавших мальчишек и, возможно, резиновый сапог одного из них. Тихо, молчай. Вот сапог, следопыт и здесь следопыт. И нашли сапог. Синий резиновый сапог с надписью «Следопыт» поисковики нашли в полукилометре от места нахождения рюкзаков 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова. Минувшую субботу воспитанники секции комбинированного туризма Дамир и Павел, выиграв соревнования по скалолазанию, отпросились у родителей на прогулку в лес у лагеря «Чайка», однако в 4 часа дня перестали выходить на связь. Сапог, точно такой же, какой был у одного из пропавших мальчишек или даже у обоих, нашли на льдине в акватории реки Белой. Вот почему поискам в воде сейчас уделяется больше всего внимания. Русло реки сканируют с помощью дорогостоящих сканеров, предоставленных спортсменами-рыболовами, а также водолазами визуально. На сегодня водолазы обследовали уже несколько тысяч квадратных метров дна. Спасатели отмечают хорошую видимость в реке и стараются исследовать как можно большую площадь до того момента, пока начнется ледоход. На время половодия такие работы придется приостановить. Помимо утопления детей, спасатели не отметают и другие версии пропажи. Поиски продолжаются в лесу, в том числе с помощью дронов. Спелеологи ищут под землей, а волонтеры «Лизы Алерт» в жилых кварталах. Субтитры создавал DimaTorzok